Всем привет! Меня зовут Арина Вискера и у нас вторая часть рубрики Вискера Гест. И ко мне пришла Адель, Don't Touch My Face. Мы выясняли с вами две недели назад, что же натворила Адель, а именно ее коллаборацию с Organic Shop. И сегодня мы собрались, у нас будет легкий элемент мукбанга, потому что здесь кофе, у меня эклерчик, у Адель кофе бутербродик. И мы сегодня хотим обсудить блогинг как работу. То, что в какой-то момент происходит засилие косметики, у тебя на нее уже не стоит. Поведение компании с блогерами. Ну и в целом, наверное, элементы, на чем мы сошлись. Так что, как всегда, не откладывай в долгий ящик. Погнали, кофе стынет. Начнем с... Блогинг. Очень-очень сложная для меня тема блогинг, потому что, несмотря на то, что я самый успешный блогер в Телеграме, бьюти-блогер в Телеграме. Сколько у тебя уже подписчиков? 46, сейчас, почти 47. Это реально для Телеграма очень много. Обычно такое количество подписчиков на какие-то вот эти хайповые темы, новости, политика, бьюти, такого количества нет. Ну, мне кажется, и я, и ты частично тоже просто успели заскочить в вагон, который был типа года два назад, наверное, когда появлялись только каналы на Телеграме. Я соглашусь с тобой, но у меня три с половиной тысячи подписчиков, но я, правда, не претендую на истинно в последней инстанции с точки зрения бьюти, потому что я часто размещаю фотографии, то, что выпустила тренд-муд, с какими-то короткими комментариями, нравится, не нравится, там ссылки на какие-то видео, а у тебя все-таки, ну, то есть это работа над контентом. Для меня основная площадка — это Ютуб, конечно, поэтому здесь очевидно, что я работаю над ростом, а там такое коротенькие заметки. Но у тебя и формат такой больше подходящий для Ютуба, чем для Телеграма. Потому что Телеграм — это такое, типа, мне кажется, это очень авторские штуки. Да, да, они именно авторские. Там я даже в какой-то момент, когда делала обзоры на палетки, я специально делала фото, чтобы выставить в Телеграм сводч, чтобы люди могли увеличить, ну, и это как бы, это ничего ровным счетом не дает. У меня основной перерост был, когда Телеграм был единственной площадкой моей, и я делала какие-то макияжи, фотографировала, чем я это сделала, и там с каким-то коротким мнением, что вот это прикольно, это не прикольно, что я заказала. Тогда был рост, сейчас рост очевидно идет от, собственно говоря, подписчиков Ютуба, которые заходят, подписываются, и там все еще есть, если ты начинаешь бомбить большим количеством сообщений, то люди начинают вот это вот от песка. Слишком много мьют, мьют, мьют. Ну, меня само, на самом деле, раздражает, когда в каналах слишком много постят. Да. Ну, я вообще, когда читаю типа три с половиной канала. Я начала отписываться от многих каналов, потому что... Ну, и в ближайшее время сделаю финальную чистку в Телеграме, потому что, во-первых, когда начинается тема типа, как у меня в том числе с пересечением контента, типа, а я запостил фоточку в Инстаграм, а я сняла видео в Ютьюб. Ну, это неинтересно. Люди и так это уже видели. Ну, да. Но я в последнее время, кстати, тоже стала так часто делать, и мне немножечко неловко за это перед подписчиками. Ну, потому что у меня есть блог отдельный, в котором я пишу просто не тексты, потому что в Телеграме не напишешь много текста. Типа пять часов, ссылки. Это когда текстовый блог, что типа, если вы хотите почитать полный обзор, потому что в Телеграме мне канал Адель показала моя подруга Юля. Юля, привет. Когда я первый раз к ней пришла в гости, увидела, что у нее такая набор банок, и она такая, вот это вот кислоты. Я такая, какие кислоты, ты что, с ума сошла? Она говорит, ты что, еще не подписана на Адель? А я уже начала вести канал, он там еще совсем малышечный был. И я открываю, и у меня первое впечатление, что очень много текста, и когда я начинаю его читать, сложно сначала это все понять. И я такая, так, я потом почитаю. И постепенно у меня тоже я начала обрастать банками, кислотами, тем всем пятым и десятым. Ну да. Мне кажется, на самом деле, что мой канал, это прям, он выпадает, как бы это сказать, он очень нетипичный в плане количества аудитории, потому что бьюти-канал в Телеграме не может быть такой аудитории. Но мне кажется, что мне очень повезло. У нас у всех, мне кажется, есть синдром самозванца. Нам кажется, что у нас очень повезло. Это абсолютно, потому что я периодически сажусь снимать какое-то видео, и в формате, что я же, у меня все время стоит ступор вопрос, Арина, какие вы посоветуете цвета теней для, там, карих или зеленых глаз? Потому что я открываю палетку, и такая, мне нравятся синий, красный, зеленый и желтый. И сейчас я их все и нанесу. И поэтому, и у меня тоже такое, что я выкладываю видео, я думаю, что так, этот макияж точно не зайдет сейчас никому. Просто сейчас будет какое-нибудь провалище, открываю там много комментариев, и что, блин, классно, я не думал, что это можно сочетать. И ты такой дома. Получилось. Работает. Я до сих пор, до сих пор очень сильно удивляюсь, когда люди говорят мне, что, типа, Адель, посоветуй себе какую-нибудь банку, я доверяю только вам, типа, я доверяю только вашему мнению. Это так странно, потому что, ну, как бы, я бы не стала доверять незнакомому человеку в интернете. Ни с того, ни с сего. Ну, я согласна, что его... И не хочется доверять незнакомому человеку в интернете. Плюс вот этот вот синдром, что все всегда думают, что все на свете проплачено, и поэтому ты об этом говоришь. Хотя, с другой стороны, вроде бы, спрашивают рекомендации у тебя, тебе доверяя, и так, ну, немножко бомбит. У меня просто еще к вопросу комментариев и вопросов. Я пока ехала, собственно говоря, навстречу тебе. Я еду и выбираю фотографию, чтобы запостить в Инстаграм с сегодняшнего видео. Сегодня выходила Кит Ван Ди. И я, значит, выбираю, какой ракурс я хочу. У меня сверху такое высвечивается уведомление о комментарии на Ютьюбе, содержание Арина Писька. Я вот так стою и думаю, а что мне сделать с этой информацией? Провергнуть сложно. Ну, как бы по первичным признакам. Оскорбиться глупо. Оскорбить человека еще глупее. И я так... Интернет, ты такой классный. Ну, комментарии — это вообще такая штука, такая странная штука. Мне Телеграм нравится тем, что есть буфер между мной и аудиторией. И мне либо пишут люди, которым правда нужна помощь, которые правда хотят у меня что-то узнать, либо они прям очень смелые. Настолько смелые, что они могут оскорбить в необычных сообщениях. Такое было за два года два или три раза. И каждый раз люди еще извинялись потом. Ну да, потому что я помню, что когда я записывала первое видео с Наталиной, и она говорила, что вот у Арины было в Телеграме. И я говорю, Арина, как ты там? Там же нет комментариев. И я такая, и слава богу. Ну, потому что действительно многим тяжело написать, при том, что у меня там указан контакт. И я периодически пишу, если у меня возникает какой-то вопрос, что вот пишите мне в личку. Но это либо, если я написала этот достаточно хороший отклик, где люди делятся тем, что там произошло с ними так или не так. Либо если это какой-то конкурс, собственно говоря. А такого... Но мне ни разу не писали в Телеграме. Фигни какой-то. Но уже, да, тоже притча во языцах, что Арина послала нахуй подписчицу всего лишь за то, что та сказала, что ей не очень нравится макияж. Послала кого-то нахуй? Я послала нахуй девушку, когда она написала в такой очень хамской манере из серии «Чё ты себе намазюкала?» Вот я понимаю, у Наталины стрелки и блёстки, а ты... Как же там было? Типа, твои вечно бледные макияжи с претензией на уникальность? И там как бы, ну, какой-то просто... И я ей написала, что как бы, а зачем? Ну, почему вы сравниваете с Наталиной? Я не делаю стрелки, я не делаю блёстки. И она прям хаманула ещё жёстче в ответ. И я уже... И как бы это было не в формате «Я, иди нахуй!» А в формате «Иди нахуй!» Ну вот, серьёзно. И после этого, да, ряд людей начали заступаться за неё. Но комментарии, по крайней мере, у меня, которые идут в YouTube, они всегда делятся 80 на 20. 80% — это люди, которым понравился макияж, они согласны с мнением, не согласны. Но для меня самое важное, когда люди могут нормально формулировать мысль, а не просто наскакивать. То есть тебе, может, не понравится макияж, и ты напишешь, что, ну, там, вот этот мне макияж меньше нравится, чем другой, или там, я бы какую-то другую помаду. А 20% — это вот Арина Писька, «Иди разъеби свою тупую голову и завали ебало!» Такой комментарий у меня был на пудре, и при этом девочка подписана на кого-то и на смешариков, то есть ей лет 11. Ну, это вообще отдельная категория. Ну, или вот там хамство какое-то в формате, как ты кисточку держишь, там, грязная растушёвка, и вот это вот всё. То есть очень важное мнение людей, которые, скорее всего... Ты же даже не претендуешь на визажист. Меня наоборот, да. Мне когда пишут, что там, «Арина, посоветуйте мне для кейса как визажист», я отвечаю, что я не визажист, у меня там, например, Tarte Shape Tape, консилер в двух оттенках. Если я кого-то консультирую и крашу, то мне этих двух оттенков хватает. Но я не хочу работать визажистом, потому что я социофоб, как и многие блогеры, мне кажется. Как и многие визажисты, на самом деле. И визажисты. Ну, то есть я когда училась у Наталины, мне было очень тяжело. Это очень контактная работа. И, ну, там, с тобой мы не первый раз видимся. Мне комфортно с тобой работать. А к тебе приходит модель, ты видишь человека первый раз, ты очень близко к нему, он очень близко к тебе. И вот это вот, ты его трогаешь, он там как-то может на тебя опереться, потому что модель покосит. И я просто такая, мне нужно сделать красиво, потом я буду дома одна с кошкой, и никто не будет со мной разговаривать. У меня, на самом деле, по поводу комментариев, уместных и неуместных, есть два поинта. Первый — это важно не столько, что вы говорите, сколько, как вы это говорите. Да, это очень важно. Как люди выражают своё мнение, очень важно. И далеко не всегда люди выражают мнение так, как, ну, так, как они говорили бы это лично. Ну, то есть, я стараюсь никогда никому не писать в интернете что-нибудь, что я не сказала бы человеку в лицо. Безусловно. Более того, меня вот как раз зачастую, это же комментарии такие, знаешь, мимо пробегающего человека в формате, ну, вот даже когда меня спрашивают, что, Арина, а ты правда с синей помадой по улице ходишь? Наверное, на тебя странные люди реагируют. Есть прекрасная, извините, притча буддистская, коротенькая, когда учитель шёл по деревням и, собственно говоря, давал знания о буддизме, и в одной из деревень он шёл, когда через неё первый раз, его закидали камнями, оскорбляли, и обратно он идёт, и уже его последователь говорит, как ты это терпишь? Он говорит, ну, это их, это не моё. Мне не нужно это брать. Соответственно, когда я иду с синей помадой, когда я там, не знаю, отрезала волосы, кто-то считает, что, типа, это очень маскулинно, это не моё. Это мнение этих людей. И более того, человек, который пробежал мимо и такой, типа, господи, синяя помада, что творится? Он через уже 10 секунд дальше думает о работе, ипотеке, кредите, о детях, и идее, и ещё о чём-то. Да, есть у меня теория такая, что, ну, каждый человек, когда растёт, развивается, взрослеет, на нём накапливается какое-то количество слоёв опыта. Да. И всё, что происходит вокруг него, он воспринимает через призму этого опыта. Да. Ну, то есть далеко не всегда то, что ты транслируешь, то, что ты пытаешься сказать, будет услышано так, как ты пытаешься это. Человек услышит абсолютно не то. Второй повод по поводу комментариев у меня, по поводу плохих комментариев. Есть очень часто люди, которые оставляют грубые комментарии, которые говорят некрасивые вещи, говорят, что я не имею права высказать своё мнение. Конечно, вы имеете право высказать своё мнение, но когда я вижу что-то, что мне не нравится, я не обращаю на это внимания. Да. То есть я просто это игнорирую. Если я хочу сказать что-то хорошее, я скажу. Если мне что-то не нравится, я не буду тратить на это свою энергию. Да, потому что, ну, знаешь, это вот такой, может, странный пример, когда ты пришла в ресторан. Ну, вот, мы с тобой, когда кушали в прошлый раз, и ты говоришь, что, типа, что-то мне в прошлый раз не понравилось. Но при этом, знаете, когда подходит официант и говорит, вам всё понравилось? Почти всегда все, даже если не понравилось, но если не бомбить, если у вас не таракан в тарелке, да, спасибо, всё было очень вкусно, хотя ты, может быть, не вернёшься. Я тоже, ну, у меня абсолютно сознательный выбор отказа негатива и впитывания этого негатива. В жизни и так достаточно дерьма происходит, чтобы я ещё, увидя, я не знаю, чей-то макияж, чей-то пост, ну, то есть, если я понимаю, что столкновение с чьим-то контентом, в том числе, начинает вызывать у меня бурление негативное, не имеющее ко мне отношения, потому что у меня там, я сытая, довольная, у меня все баночки есть, палеточки новые приехали, друзья, родители, все живы-здоровы, кошечка урчит, и тут ты вдруг такой, то я там отпишусь от человека, я уберу из видимости эти посты, в Фейсбуке обожаю эту функцию просто, просто убираешь человека из отображения в ленте, и всё прекрасно, и человеку не приходит уведомление об этом, если он там вдруг ваш коллега, прекрасно, но меня поэтому это удивляет, но меня радует пока процентное соотношение всё-таки, что 80% это люди, которые, ну, то есть, и там уже оно делится, либо это люди, которым всё нравится, что ты делаешь, либо это люди для которых, ну, потому что всё равно блогинг, по крайней мере, в YouTube формате, это тоже своего рода сериал, и каждый выбирает свой сценарий, соответственно, кто-то никогда в жизни не накрасится так ярко, как это делаю я, потому что ему некомфортно, но ему прикольно прийти и посмотреть, как я это делаю на себе, это такое для него зрелище, там, кто-то с конструктивным, мне очень запомнилось один из комментариев, видео с Андреем Петровым, где я ожидала большое количество хейта, негатива и всякого дерьма, когда девушка пришла и говорит, ну, она говорит, я не буду ничего комментировать по, типа, внешнему содержанию видео, но большое спасибо вам за видео, мне было интересно послушать. Вот. Вот это нормально. Это нормально, когда ты не приходишь со своим самоваром, что, что за хернё вы тут снимаете, почему парни красятся, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А как бы человек послушал, ну, ему не очень там эстетична картинка, не очень она ему комфортна, но он оставил комментарий адекватный. То же самое, как, по-моему, эта же девушка под видео, где я тестировала помады Рианы, синюю, зелёную и оранжевую. Она говорит, Арина, расскажите мне, пожалуйста, вот, она говорит, я не понимаю, она говорит, ну, мужчинам же не нравятся такие помады, вот вы их когда носите. Я говорю, слушайте, ну, я вот синей помадой заменяю бордовую, зелёной помадой я заменяю всякие вот эти оттенки, я немножко умерла, сиреневый, оранжевый я заменяю розовый, это во-первых. И мне так нравится. А во-вторых, всё, что касается мужчин, всё-таки это то же самое, как и одежда. Я могу ходить в оверсайз, в мужском, но она уже снимается, и макияж смывается. И как бы мужчину обычно это интересует in general, ну, то есть прям мужик, который типа, пипец ты, синие помадой губы намазала, куда я с тобой пойду, это, ну, не особо мужик, с которым мне, например, лично по пути, потому что обычно эта реакция синяя сегодня, ясно. Шаурму идёт есть? Ну, нормально, окей. А это что? Мешок очередной? Ну, хорошо. А, это новое платье, прости, замечательно, всё, идём, идём уже, выходим из дома. Вот это мой формат мужиков. На что тоже держишь к пса, и такая, о, Арин, классно, всё, я всё поняла? Класс, вообще круто. И вот это нормальный контакт, когда ты не осуждаешь то, что ты не понимаешь, а если не понимаешь, то ты задаёшь вопрос. Вот, там, я в маркетинге часто читала лекции клиента, ну, тренинги проводила, и самое моё любимое было, когда мне начали говорить, там, типа, я буду задавать тупые вопросы. И я прям, спасибо большое, тупые вопросы мои самые любимые. Потому что зачастую, когда человек не боится задать вопрос о том, что он не понимает в корректной форме, он в итоге вынесет больше информации какой-то, больше восприятия, он расширит свой кругозор, что, вот, к примеру, а, окей, девчонка идёт с зелёными губами, ну, она вот там просто вместо сирени бы зелёной намазала, ну, и классно, там, или кто как одевается, вот это всё. Но, знаешь, мне ещё кажется, что обратная сторона блогинга, очевидно, что ты, когда начинаешь нести какую-то информацию на массу людей, многие почему-то считают, что вы выбрали этот путь быть публичным. Нет, я выбрала путь, что мне интересно, там, тебе интересно писать про кислоты, а мне интересно краситься. Я не ставила, ну, то есть, понятное дело, что, например, там, монетизация Ютьюба работает таким образом, что я начинаю зарабатывать вот какого-то количества просмотров, и мне кажется, что это вполне себе справедливая модель существования, когда ты там вкладываешься в технику, в косметику, во время, в монтаж и всё остальное, но я это начинала делать не потому, что я скоро буду популярной, я буду Дженнифер Лопес, я буду звездой, всё будет моим ногам. Это исключение, это исключение, потому что мне кажется, что большинство людей как раз-таки с таким заходом начинают что-то делать. Ну, а ещё многие не верят, когда я говорю о том, что, ну, то есть, мне до сих пор, когда меня не так часто узнают на улице, но когда меня там кто-то узнает, типа, о, вы Арина Вискер, можешь с вами сфотографироваться? У меня просто внутри маленький Карлсон, на крышу такой. Я улетаю на крышу. Мне так страшно. А ещё иногда, знаешь, как бывает, иногда я, не знаю, еду на работу или где-нибудь бываю на улице, и потом мне в Телеграм приходит сообщение, типа, Адель, я видела вас сегодня? Я думаю, блин, а что если я в нас уковырялась? Вот, вот. У меня самое смешное было, когда мне девушка написала в комментарии, я, значит, у меня есть моя прекрасная Наташа, Наташенька, привет, которая делает вот мой прекрасный маникюр, который всем всегда нравится. Я, значит, к ней хожу раз в две недели, и у нее прекрасная мозг-донорная. И мы, значит, до или между процедурами я иду брать донор. Обычно это выходной день, соответственно, накануне я сняла опять видео, кожа понятна, в каком состоянии, я там какое-нибудь масло прям вот намазала на лицо и пошла. И стою в очередных своих картофельных этих мешках, жду донор. И тут мне, значит, в комментарии под каким-то видео, где я роскошно просто такая накрасилась. Кстати, я тут вас видела в мозг-доноре, хотела зайти, но решила не заходить. И я прям вижу это, знаете, фотографию с подписчиком. И такой донор как бы немножко размягший. Чу-чу-чу! А еще, а еще, и это, и это тоже поинт для подписчиков. Еще иногда мне пишут, типа, да, я вас сегодня увидела, но вы были, типа, со своими знакомыми, и я решила не подходить. Это именно тот момент, когда надо подойти и сказать что-нибудь, типа, Адель, я читаю ваш блог. Потому что твои друзья не верят, что мне подходят. Типа, или там, или когда, не знаю, кто-нибудь там с молодым человеком, с друзьями. Это вот прям, да, это тот момент, когда надо подойти. Потом будет хорошо. Мне, кстати, наверное, просто я представляю эту ситуацию, что я стою с мужчиной, все у нас прекрасно, мы разговариваем, милоемся. И он уже знает, но было бы мило, если бы, знаешь, в этот момент мы такие стоим, все мило, хорошо, типа, Арина, а можно с вами сфотографироваться? Такая, блин, что мы такой хороший сейчас вот разговор вели. Прости, мой любимый скриптонит как-то говорил, что он стоял, ссорился с девушкой на улице, и чувак прям такой, типа, А, Диль, давай сфотографируемся. И он, типа, чувак, вот сейчас вот вообще не время. Вот как бы, иди с миром, спасибо большое. Он в итоге постоял, подождал, когда они там доссорятся. Ну, просто я бы, например, в ситуации, когда я вижу, что еще и мужик стоит, ссорится, и заведенный ждать, чтобы с ним сфотографироваться, тот случай, когда мы успели перекусить, потому что выяснили, что кусок нашего обсуждения достаточно большой, не записался. Тарап-пам-пам. И мы хотим еще раз обсудить коммуникацию брендов с блогерами. Поскольку мы уже чудесно поболтали, как выяснилось, друг с другом без вас на эту тему, то можно немножечко подвести некий саммари этому и основные темы. Первое, это тональность коммуникации многих брендов, которые заключаются либо в том, что с тобой сисюкаются, не в состоянии назвать тебя по имени, считают, что за одну тушь, помаду или баночку ты должен скакать на задних лапках. И люди даже не верифицируют, это блогер 18 лет, 30 лет, 40 лет. Я не говорю о том, что с блогером 18 лет нужно так разговаривать, ни в коем случае есть, мне кажется, этикет деловой переписки, который должен быть знакомым любому человеку, который ведет деловую переписку. То есть, здравствуйте, обращение по имени, если вы не знаете имя и не уверены, это псевдоним человека или это его настоящее имя, то лучше обращаться так, как там написано. Потому что, если человека зовут Евлампия, то вы это увидите в подписи, он скажет, что называете меня Евлампия. Не надо придумывать, что Арина это Ирина, Наталина это Наташа, а Аделя это... Аделя. 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 Регулярно меня так называют. Ну, я не против, на самом деле, я уже привыкла до самого детства, что мои имя все время коверкают, я как-то даже не обращаю на это внимания, но... Ну, когда оно в большом количестве, когда... Ну, просто с Наталиной меня еще бомбит, потому что я понимаю, что имя звучит как псевдоним, там, как придуманное, но зачем придумывать велосипед там, где не просят? Ну, то есть, камон. Второе, большой блок, который мы успели обсудить, это реклама и оплата работы блогера. Ее нет. Ну, как нет? Она есть, на самом деле она есть, но такое бывает достаточно редко. И на самом деле, бренды не то, чтобы горят желанием платить всем подряд, потому что у них тоже есть бюджеты, они продумывают стратегии, кому платить, кому не платить. И для того, чтобы блогер из независимого внезапно стал зависимым, ему нужно очень-очень-очень сильно постараться. Это речь о больших брендах идет. Всякие маленькие инстамагазины, они... Они с кайфом готовы всем платить, при этом как раз вот то, от чего меня бомбит, все эти паленые наборы Кайли, которые уже в природе не существуют, они вот больше всего систематически продаются, пишут, говорят, за любые деньги готовы, чтобы вы там разместились, но, естественно, все вменяемые блогеры, которые занимаются косметикой, и не только косметикой, не готовы брать и рекламировать такую херотень. Я еще, когда у меня был, он только телеграм-блог, увидела у одной ныне очень популярной девушки-блогера палетку Кайли Косметик с Бургунди, которую я знаю, как свои симпатии, девять пальцев, и это была не она, потому что там было прямо видно, что все цвета отличаются, но цвет посередине это такой малиново-виноградный металлик, а там это матовый рыжий цвет, и мне что-то так обидно стало за девушку, хотя я понимаю, что она могла это знать, но я решила первый раз в жизни выступить со своим очень важным мнением, потому что у нее на тот момент уже было там 1300-1400 подписчиков, ну, типа, что-то там, здравствуйте, я тут вот веду бьюти-блог, у меня есть такая палетка с официального сайта, и, к сожалению, вынуждена сказать, что то, что вот вам дали, она не настоящая, и она ответила на удивление, она говорит, типа, как так, вот они мне сказали, что с официального сайта, я говорю, ну, вы попросите у них, ну, потому что нигде не продается в России Кайли Косметикс, ее можно заказать с официального сайта, и вам привезут ее в Россию, все, или вы в Штатах оказываетесь опцией, как вы ее можете купить, и, соответственно, я говорю, ну, вы попросите у них чеки о том, что они закупили партию какое-то количество, эту палетку, и она мне пишет, типа, блин, они не могут ничего предоставить, сказали, что потеряли чеки, еще что-то, но что это настоящее, типа, спасибо большое, что написали, она, типа, скорректировала там все тексты и убрала эту рекламу в итоге, но меня один раз бомбануло просто, ну, когда я увидела, что там просто, знаете, это все равно, чтобы они еще взяли бургунди, а натыкали бы туда кофейных цветов, типа, Кайли косметик с бургунди. Недавно я тоже видела у одного блогера, что палетки которых, ну, то есть, там даже не паленые палетки Кайли, вот как все продают до сих пор ее набор помад на день рождения, такие они в золотых коробках были, и новогодние, которые у меня есть, серебряных коробках, то до сих пор продают, хотя они солд-аут были еще сто лет в обед, а там какие-то вообще, какие-то в сердечках коробочки, которых не было, то есть, под день цветового Валентина, меня это удивляет, но тем не менее, я честно могу сказать, что у меня не вызывает осуждения, когда какой-то блогер рекламирует паленку, почему? Потому что мы, к сожалению, никогда не знаем, на каком денежном дне находится сейчас этот человек, что он согласился на то, чтобы рекламировать этот товар. Я не верю в то, что человек, который занимается этим постоянно, мониторит соцсети, брендов, что он не понимает, что это не настоящий и не актуальный продукт, но тем не менее, whatever, это его личное дело, там, я не соглашусь рекламировать паленку, а кому-то вот сейчас эти, неважно, ему за рекламу могли заплатить две тысячи рублей, три тысячи рублей, но может у человека гречка дома закончилась, ну, серьезно, жизнь, она такая штука. роскошная жизнь дети-блогеров. Да, да, поэтому, как же многие думают, что блогеры все живут в огромных своих хатах в центрах, а на самом деле только блогеры-миллионники на тот момент закрывают какие-то свои долги, кредиты или еще что-то. За квартиру в Микинино, да, скорее всего. И там начинают как-то двигаться в сторону, там, шмоток подороже, если это их первая возможность что-то себе купить, покупку какой-то квартиры, но не в центре Москвы. Ну, мне правда искренне нравится формат, когда ты работаешь, ну, вот в Ютьюбе над контентом, постишь его, не берешь бабки за интеграцию. Ну, я это не осуждаю, я просто, ну, вот мне так ближе. А серьезно, какие-то коллаборации начинаются, когда ты действительно вес какой-то набираешь. Ну, мне очень нравится на такой коллаборации, которая там Катя Клэб с Adidas. Да, да. Вот такого уровня, когда понятное дело, что ей платят как лицу в рамках этой интеграции, но там идет и профессиональная съемка в этой одежде, с фотографами, с видеографами, то есть это уже другой уровень рекламы. Это не реклама, что ты просто сидишь в толстовке Adidas. Да, ну, мне кажется, что когда блогеры доходят до такого состояния, когда бренды уже готовы платить, большие бренды, Adidas тот же самый, ему слишком дорогая его репутация. Конечно. Он не станет делать херню за деньги, потому что ему гораздо... Ну, он понимает, что зритель не идиот в большинстве своем, зрители поймут, что что-то не так. Если вдруг совершенно унезапно начнет краситься, такая палетка в камеру. Да, 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 да. Мне жалко, да, да, да. Но вообще есть такие бренды, есть представители брендов, не все пиарщики хорошие, не все паркетологи хорошие, которые считают, что блогеры готовы за банки вообще на все что угодно. Да. Что они могут себе прислать и просить тебя потом драть семь шкур просто за то, что они тебе прислали какую-то тушь, которая тебе даже не нужна. Тушь. Тушь. Да, я увидела. Была. Ну, с такими, таких видно обычно сразу. Типа, с первого письма понятно, что, скорее всего, не стоит с такими сотрудничать. Когда мне пишут какие-нибудь люди из брендов, которые я не слышала, например, или из брендов, которые я знаю, что они небольшие, они пишут мне, давайте мы вам пришлем что-нибудь, вы такая классная. Я говорю, что присылайте, хорошо, давайте, пожалуйста, может, пожалуйста, я сама выберу банки, потому что... Потому что вы мне пришлете, скорее всего, то, что мне вообще не нужно, даже не открою. Мне как-то прислали, по-моему, салициловую, ну, типа, какую-то свою салициловую кислоту и матирующий крем. И без спроса. Там кто-то с кем-то поделился адресом, и я такая открываю, и там был контакт, и я такая, человечек, ты мой холёсий, у меня чувствительная сухая кожа, я какое место должна намазать с салициловой кислотой, и потом еще сверху, просто сверху, матирующий крем. А мыло тебе не прислали еще там? Нет, не было. А то мне обычно мыло и скрабы присылают, а я, типа, главный противник, мне кажется, мыло и скраб. Вот. И... Неодель когда-нибудь убьют. Ты пользуешься мылом и скрабами? Мылом нет, скрабом, да. Дело твое. Ну, в смысле, нет, мне все равно, но на самом деле скрабы я люблю для тела, потому что я не люблю вот эти вот все губки, и с точки зрения гигиены и вообще, и учитывая, собственно говоря, особенности моей посленей эридермитной кожи, то типа вот скрабы хорошо работают, а для лица я очень редко пользуюсь скрабами, но я прям чувствую, и это обычно происходит на стыке смены сезонов, когда кожа уже начинает нормально вырабатывать жир и не сохнуть, и я прям чувствую, как бы, а у меня нет никаких вообще жестких продуктов, у меня, по-моему, доктор Брэнд, ну, там, наверное, прям совсем такая мелкая-мелкая пудра, мелкодисперсная эксфолиантная пудра, и я просто когда чувствую, что у меня уже там тон плохо ложится, и что нормально не впитываются средства, то типа я и так, и все, но не в формате, что я там каждый день... Ну, для тебя это как бы выход, потому что какие-то химические пилинги тебе, очевидно, не подходят? Не подходят, я вообще у косметолога была, по-моему, три или четыре раза в жизни, и с вот этой вот ультразвуковой чисткой, потому что когда... Ну, есть зоны, которые давят там типа пальцами, но поскольку кожа чувствительная, здесь близко расположены сосуды, у меня в принципе нету такого, что у меня не было угревой сыпи, а просто были гнаники по всему телу, и меня отрывали от простыней, куда мне еще угревую сыпь, поэтому, да, я редко, и мне как-то один раз, у меня был косметолог, которому я пришла на консультацию, по-моему, там из Сирии, я первый раз в жизни задумалась, может, вколоть себе гиалуронку, ну, типа увлажнение всегда, вколоть, а мне косметолог говорит, так, ну да, мы вам вколем гиалуронку, я бы вам еще вколола вот сюда, чтобы у вас заломов не было, я говорю, каких заломов у меня? Нет, там заломов, вы меня сначала сломаете, а потом вколите, говорит, но начнем мы с химического кислотного пилинга, я такая, бля, спасибо, я пошла, то есть я просто знаю, что будет со мной, если на меня нанести, на меня тут, я вчера съела ложечку меда, мне очень захотелось, у меня уши изнутри зачесались, я просто себе представляю, что со мной будет, если на меня капнуть химический кислотный пилинг, ну да, ну, в смысле, да, я против скрабов, но иногда бывают моменты, когда только скрабы подходят, ну, смотря какой, да, о чем мы там, про банки мы говорили, про банки, то, что они спрашивают, а с вами Орина Витлевна, а вас как по батюшке? Аскатовна, как? Аскатовна, Аскатовна, а полное имя Адель? Да, Адель Аскатовна, да, как красиво, здесь так красиво, я не знаю, ты ареста видишь? Ну так вот, и когда я про бренды, которые любят присылать банки, некоторые бренды вообще, по-моему, некоторые, не бренды, хорошо, люди, которые представляют бренды, мне кажется, они вообще не всекают, просто прежде чем сконтактироваться с блогером, ты хотя бы немножечко изучаешь, в чем, ну, конечно, конечно, а у меня возникает впечатление, что большинство из них этого не делают, ну, ты знаешь, есть такая категория, ты истерик, даже мне там периодически пишут, я тут узнала, что я попала в какие-то рейтинги телеграммы, со своим маленьким количеством, ну, то есть я искренне не считаю себя супер телеграм-блогером, как бы, у меня просто подход другой, я и на ютьюбе небольшой блогер, но так получилось, что я дружу с Наталиной, знаю, там, знаю Машу лично, тебя лично, там, по телеграм-тусовке, соответственно, то есть я знаю кого-то, кого еще знают все остальные, из-за этого иногда создается впечатление, что я большой блогер, нет. А, попала в рейтинги, собственно говоря, вот эти телеграммы, и мне пишут, здравствуйте, я вот вас там нашел в базе телеграм-каналов с рекламой, я такая, в какой базе, мне присылают ссылку, я понимаю, что реально там где-то внизу мой канал, типа, сколько стоит у вас рекламы, и причем чаще всего в телеграмме просят рекламу других каналов, маленьких, не по тематике, при том, что я беру только по тематике, и если... А ты делаешь рекламу в телеграме, да? У меня было две, по-моему, рекламы, но это была реклама именно каналов, и при этом у меня очень простой подход, что я сначала прямо отматываю на начало, я смотрю, что человек пишет, как он пишет, как часто он пишет, насколько это адекватный контент, правильное оформление, интересная подача информации, стала ли бы я читать сама, и тогда я могу... Но реклама выглядит в формате, что я пишу от себя, пост о том, что мне правда понравился канал, я беру деньги только если мне понравился канал, но я там не знаю этого человека, я, кажется, смогла помаду. У меня все в порядке. с какого-то поста, который мне интересен. То есть это то, что называется нативная реклама, и это проходит очень большое количество моей внутренней фильтрации, а не в формате канал про... Мне тут такой канал прислали, я прям картинку вспомнила. Ну, в общем, там прикольчики всякие, мемасики. Ой, лучший канал, который прислали мне, был про физиогномику. Ты знаешь, такая... Это просто слово такое, физиогномики. Я себе представляю маленьких... Я рассказывала, не точно, я тебе жалю. Да, да, маленькие гномики, у которых своя наука. Физиогномия. Физиогномика. Физиогномик. Короче, есть такая псевдонаука, физиогномика, она о том, что можно как-то охарактеризовать человека и его умственные, эмоциональные, не знаю, еще какие-то способности по строению лица или черепа. Ну, как бы это... Это немного расизм. Вот. И это, в общем, давно-давно уже признана псевдонаукой, но до сих пор вот процветают каналы, просят у меня рекламу. Ну, да, и, соответственно, реклама... Я не вижу ничего плохого в том, когда кто-то решает разместить рекламу, но там для меня принципиально в Телеграме, учитывая, что это маленькая площадка, если я действительно буду это читать с точки зрения канала, с точки зрения продуктов, ну, никто у меня пока не просил, на самом деле, рекламу какого-то продукта, но у меня маленький Телеграм-канал. И понятное дело, что, опять-таки, маркетологи не дебилы, они смотрят, больше подписчиков. Да, с точки зрения анализа, вот, когда я как раз-таки крайний раз работала с блогерами, то тебе может агентство, которое специализируется на блогерах, прислать вот такую простыню блогеров, которые тебе могут быть нужны. И это все делится на крупных блогеров любой тематике. Дальше это блогеры по твоей нише, IT, бьюти, еще что-то. И всегда еще отдельно идут селебы и лайфстайл-блогеры. И дальше это уже работа маркетолога на стороне клиента, диджитал-менеджера, маркетинг-директора, у кого есть время, у кого стоит задача такая. Ты идешь и лично прохреначиваешь все их площадки, ты смотришь, ну, потому что сейчас уже есть вот эта вот программа, которая позволяет посмотреть, насколько у тебя реальное количество подписчиков. Ты лично заходишь и смотришь, потому что у тебя обычно присылают табличку, как человека зовут, его площадка, количество подписчиков и там какая-нибудь статистика по просмотру. Но ты потом заходишь, а там просмотров много, а лайков мало. И ты такой, ну, немножечко как бы маркетинг, это же математика, потому что я очень любила всегда какой-нибудь тренинг, читаешь на большой аудитории, обязательно из зала на тебя выплывет какой-нибудь, я это называю, обморок. Мальчик или девочка такие, я очень хочу работать в маркетинге, что мне нужно сделать, я хочу тоже сидеть и заниматься брейнштормом, я хочу каны. Какие нахер каны? Ты в Excel умеешь работать? Это Excel, тупо Excel. У меня в последнее время такое впечатление, что вся работа Excel. То есть, есть люди, которые очень романтизируют науку, как человек, работающий в науке, могу сказать, что это не романтично. Ну, в смысле, да, это круто, но большую часть времени вы сидите, блядь, копируете. Ну, копируете таблицы, формулы, понимание, что как, ну, то есть, там много нудятий. Ну, короче, суть в том, что, да, человек на стороне либо агентства, если агентству поставлена такая задача, либо на стороне клиента ты сидишь и делаешь так называемый, простите, пожалуйста, приветствую моим друзьям-маркетологам, колор-кодинг, когда ты прописываешь, что у тебя, условно, зеленые, это идеально подходящие, чистые блогеры, желтые, типа, нужно перепроверить, прогнать, посмотреть, кто с ними сотрудничал, красные пошли лесом, причем в красные могут часто попасть люди, блогеры, селебы, у которых большое количество подписчиков, но ты видишь по количеству комментариев, по количеству лайков и просмотров, что это левая, купленная аудитория, так называемые боты, и ты с ними не будешь сотрудничать, поэтому, но, знаете, я сейчас просто, чем больше мы говорим, тем больше я понимаю, что мы говорим, знаешь, в целом, что мир, сука, не идеальный, ну, то есть, как бы, есть блогеры, которые хамы, есть блогеры, которые там дерутся за косметику, воруют палетки, потому что тоже вот эти все большие какие-то выставки или мероприятия часто очень недосчитываются какую-нибудь помаду, блеск, палетку, и это все очень дико, но я, конечно, опять-таки, будучи маркетологом, я помню, меня бомбануло, я вся в фейсбуке, где у меня одни маркетологи написала, что люди мои дорогие, вы как бы все что ли, ну, то есть, почему так пишутся письма блогерам, почему, что происходит, одно агентство, ребята, которых я знаю, я реально их прям отметила, основатели этого агентства, что спасибо большое, потому что там письмо начиналось здравствуйте, я такая-то, такая-то, у нас такие-то бренды ищут сейчас блогеров для интеграции, это такого-то типа сотрудничества, не могли бы вы прислать такую-то статистику, ваш, типа, прайс-лист, статистику по таким-то площадкам, спасибо большое, хорошего дня, что сложно вот в этом шаблоне письма, господи, ты вот открываешь блогеров, кому надо, и фигачишь, я молчу про то, что в почте есть такая функция отправить одинаковое письмо большому количеству блогеров, когда ты пишешь доброго дня, но они не знают, что ты им всем написал одновременно, скрытая копия, еее, поэтому, ну, и тут, конечно, возникают вопросы к тем и к другим, мне не нравится, но это, опять-таки, это уже вопрос вкусовщины, я не люблю вот это вот скакание, что типа, это идеальный карандаш проходит, два месяца тебе заплатила другая компания, и теперь это идеальный карандаш, мне кажется, всегда видно, когда ты там только получил продукт, когда ты его начал пробовать, когда ты обозначился, когда ты через какое-то время подводишь итог и говоришь, слушайте, у меня, кстати, так было, не поверишься в Роше, я шла со встречи на Китай-городе и увидела и в Роше такая, ну, пора, я очень испугалась в магазине, я говорила, видео, потому что на меня сразу налетели со всеми этими там, а если у вас карточка, скидочки, а гель для душа вам не нужна, кстати, у нас есть перчаточка для умывания, и так я просто хотела посмотреть тени и тональник, за что, и мне там видео, когда я тестировала тональник, я прям удивилась, очень хорошо, да, и в Роше в последнее время, в Фобшот Эксплэйс, но потом, я чаще всего, особенно когда я дома снимала видео, то я накрасилась, и я там пока монтирую мою посуду, занимаюсь своими делами, я хожу еще в косметике, которую я нанесла, и я потом иду курить мимо зеркала, и такая прохожу зеркало, и вдруг, ну, как моя любимая гифка, я ее вставлю, тогда делаю, просто, чего? И я прям подбегаю, а у меня, как будто бы кожа, как вот в детстве, то есть у меня все куда-то провалилось, какая-то сухость, у меня поры появились, вот такие, как кратеры, в которых, и я такая, за сто, я заплатила за тебя тысячу рублей, тысячу рублей за евроше, тонн, ну, знаешь, это уже стоит тысячи теперь, так вот, реклама-то, реклама-то, у меня есть, для меня, способ рекламировать делится на два типа, это когда ты продаешь аудиторию свою, ну, когда ты продаешь себя через свою аудиторию, количество подписчиков, количество комментариев, где-то ты можешь продать свои знания, вот, и я для себя выбрала второй вариант, потому что, ну, я не нуждаюсь в деньгах, потому что у меня есть другой источник дохода, я довольно неплохо зарабатываю, и на блоге мне нет большого смысла зарабатывать, большие нужды, точнее, вот, и мне гораздо комфортнее делать что-то для других брендов, но не у себя при этом, вот, для меня совершенно идеальный вариант, то, что мы сейчас делаем с Estee Lauder, когда я не обязана писать у себя о них, я не обязана вообще ничего анонсировать, я делаю всё по собственному желанию, но, ну, как бы я делаю проект для них у них в Инстаграме, и моей аудитории это уже не касается, они покупают мои знания, мне это более чем устраивает. Это очень круто, но на самом деле я просто понимаю, что я это называю для себя трезвый блогинг, знаешь, это тоже, почему мы подружились с Наталиной, что две 30-летние женщины, которым есть чем заняться по жизни, есть другой источник дохода, и когда нет самоцели, то есть, блогинг доставляет удовольствие и ковыряться у себя просто, а доходила ещё сейчас в студию, смотрела на все эти контейнеры с косметикой, я всегда очень люблю это явление креста народу, когда человек такой заходит, а там стол, ну, то есть, когда у тебя действительно есть другой источник дохода, это делает тебя confident enough для того, чтобы не гнаться за хайпом, за банками и всем остальным, мне, например, мы когда вот шли, обсуждали, что я всё иду к тому, что мне будет норм, если мне бренды, ну, мне будет норм, так звучит, но тем не менее, что для меня, наверное, комфортная история, что бренды присылают на обзор косметику, те, кому это интересно, я делаю на неё обзор, но при этом честный, а не в формате того, что, ой, мне прислали, надо сказать хорошо, но мой источник дохода это монетизация Ютьюба, соответственно, именно потому, что для меня так комфортно, я понимаю, что, ну, у адекватного человека тебе если заплатили за работу, то, как бы, ты хочешь её сделать хорошо, и если ты вдруг там достаёшь, я не знаю, а помада сломанная, я не знаю, карандаш плохо красит, то ты себя чувствуешь такой мартышкой на тумбе, которая должна вроде бы улыбаться, должна, наверное, сказать хорошо, ну, окей, ты можешь сказать, ой, блин, карандаш сломанный, но деньги, они всё равно, заплаченные деньги за обзор, они, ну, это обязательство, которое ты должен выполнить, потому что это твоя работа, и это ставит тебя немножко в такое некомфортное состояние, но и в целом, мне кажется, что блогинг движется в эту сторону, потому что именно с точки зрения бренда, брендам в кайф тупо присылать коробки, а дальше это уже всё равно, все любые отношения, даже бизнес отношения, это отношения нескольких людей, соответственно, если вдруг на вас там пиар-менеджер, маркетинг-менеджер начинает наседать, прислав вам одну маленькую баночку, много баночек, когда вы изначально договаривались о том, что вы снимаете в комфортные для себя сроки, не снимаете или ещё что-то, то спасибо, но нет, потому что, ну, не надо так, просто не надо так, это несерьёзно. Ещё у нас с тобой была тема для обсуждения, это зажравшиеся блогеры, но это не в формате, опять-таки, конкретных персонажей. Ну, я могу себя от себя назвать зажравшимся блогером. Но, да, я не к тому, что мы это, типа, зажравшиеся блогеры и такой пум-пум-пум, и мы тут сейчас, типа, этот говно, этот говно, нет, а к тому, что в какой-то момент твоего роста тебе начинают присылать такое количество банок, что у тебя перестаёт стоять на эти банки, тебе перестаёт быть интересно. Плюс, вот, например, ещё в твоём случае уходовой косметики, вот, для меня уходовая косметика, она гораздо сложнее находимая, когда вот эта гендиальная комбинаторика всех сывороток, маслил и всего остального, то есть, условно, тональник, мне пофигу, я попробую новый, понравился, не понравился, в зависимости от сезона, я потом ещё раз его возьму, попробую, а вот уход, и когда ты только нашёл вот свою эту идеальную батарею баночек, которые ты на себя наносишь, тебе надо какую-нибудь другую пробу, а тебе нужно менять, и как бы ты рискуешь своим лицом, ты только такая, типа, какие хорошие поры, как всё светится, как у меня уложено идеально, то, сё, пятое, десятое, и я не знаю, что делать, собственно, когда перестаёт стоять на банке, это же, ну вот как бы у тебя это работа, но не работа основная, ну то есть ты же можешь спокойно такая, ну через месяц начну банки тестировать, или никогда, два года назад, не два года назад, год назад, полтора года назад была пудра блогер ворс, в которой мне подарили корзину косметики, а до сих пор какие-то банки у меня, мне кажется, они уже того, да, это интересно, если они просрочены, это просто вам, мне кажется, до сих пор, до сих пор мне не дошли руки их открыть, чтобы столько было косметики, потому что я очень много раздаю знакомым, иногда, ну на свопах баночных отдаю, иногда я отдаю на благотворительность, и всё равно этого очень-очень-очень да, это становится очень много, потому что я тоже, помню, в какой-то момент ещё в прошлой студии, где у Наталины я снимаю, я захожу и понимаю, что там справа один шкаф это косметика, на которой уже снимался обзор, а с левой стеллаж, косметика, на которой ещё не снималась, и там, ну то есть там просто, там непонятно, с какой палетки начинать, непонятно, как, ну типа, собирать это в первое впечатление, макияж всего лица, делать отдельный обзор, как это интереснее, как это показательнее, плюс там, ну мне нравится формат первого впечатления, когда вот я только получила, показала, и сразу говорю впечатление, потом просто какое-то время подвожу итог. У Наталины ещё есть тема с тем, что она может полторы-две недели тестировать продукт, до того, как она сядет, собственно говоря, на него снимать. Это, ну это тоже классный подход, но когда у тебя палеток столько, когда ты не понимаешь уже, и плюс я молчу про, вот, на прошлой неделе вышло видео на обзор Кейт Венди Шейден Лайт Пэллетт, как бы, ну, хорошая палетка, но в ней типа тёплые коричневые цвета, холодные коричневые цвета, и средненькие такие, чёрненький, беленький. Она для меня скучная, потому что я люблю яркие цвета, она хорошая, всё прекрасно, но это не та палетка, к которой у тебя тянется рука. Я к ней, вот я к ней подходила сто раз, я себя заставляла, что я сейчас делаю макияж двумя палетками, чтобы вообще составить своё впечатление, а про крема я молчу, ну, потому что у меня вот как раз я сразу чувствую, я, по мне можно тестировать, если на банке написано увлажняющее, она вообще увлажняющая или не увлажняющая? Вот масочка Body Shop, которую мы с мамой тестировали, на ней написано, что она увлажняющая, но нет. Она с глиной, да? Нет, она не с глиной, но она, ты её смываешь? Ничего. И тебе нужно срочно сверху нанести увлажняющую. У меня большинство увлажняющих масок такие. Я вообще не очень понимаю маски, как формат. Очень крутая маска, моя любимая, Glow Recipe с арбузиком. Она на Cool Beauty. Сейчас приходится. Да, она так нежненько пахнет арбузом, выглядит как сопли, такая слизька. И у меня, когда я вот много снимаю или у меня на следующий день какие-то съёмки, мне нужно, чтобы кожа была вменяемая, она, типа, с ней можно 15 минут походить или маска-скатка, типа, ты ложишься, у тебя потом как будто бы кожа отходит. типа, ты умываешься, и тебе не нужно ничего делать. Ты можешь нанести что-то сверху? Но таких продуктов мало. Как старая бабушка-маркетолог должна сказать, что когда стратегии на следующий год пишутся октябрь, ноябрь, декабрь. Соответственно, все ещё в октябре-ноябре прошлого года знали, естественно, какие продукты будут выходить, на какие продукты будут делаться упор, как он будет делаться, какие блогеры будут подключаться. Огромные бюджеты тратятся, естественно, на ТВ-рекламу, на рекламу в интернете, баннерную и прочую. Я уверена, что уж в декоративке точно, все же пытаются всё время найти какие-то эти новые формулы, новые цвета, пересобрать палетку, сделать идеальную палетку. Уже, я просто считаю, тренд муд, который главный блогер по выходу всего в Инстаграме, у меня уже глаз дёргает. Ну, то есть, какие-то новые палетки хайлайтеров, новые палетки теней, все они похожие. Это абсолютно неинтересно. И я вот на это всё смотрю, и у меня, вот у меня уже на шоссе период, я в какой-то момент, честно могу сказать, у меня закончились деньги заказывать косметику в том количестве, в котором я это заказывала раньше, когда это было прям ещё импульсивной покупкой. Мне нахер не нужна эта палетка, но она прикольненько выглядит. И у меня сначала такой, типа, ну вот, как же так, я там не могу заказывать. Но в итоге, сейчас всё, что я заказываю, оно для меня очень обдуманное. Ну, то есть, мне реально это интересно, то, что я покупаю. А то, что, вот, ну, не буду называть никакие бренды, но условно, выходит большое количество продуктов, на которые ты смотришь, и понимаешь, что выйдет ещё 100 таких продуктов. И никакого возбуждения у тебя это не вызывает. И интереса у тебя это не вызывает. Потому что, у нормального человека не может быть столько косметики, сколько у блогера. Ну, то есть, вы можете быть бьюти-джанки, это может быть ваше хобби, но для того, чтобы сделать там, какие-то образы, которые вы видите в Инстаграме, в Ютьюбе или ещё что-то. Это же вопрос техники нанесения и каких-то нескольких продуктов, которые вам нравятся. Ну, выходит то же самое, на самом деле. Потому что, большинство увлажняющих кремов одинаковые. Потому что, все увлажняющие кремы работают по одному и тому же принципу. И, когда ты берёшь в свои руки 56-й увлажняющий крем, который похож на предыдущие 55, может пахнет по-другому, это абсолютно неинтересно. Ну, с этим, ну, как с этим справляться? Не знаю, пользоваться каким-нибудь одним набором банок? Пару месяцев. Потом возвращается. Да, потому что я сейчас, вот я очень, больше всего я скучаю, как раз, собственно говоря, начав читать себя, я как-то к тоннерам раньше относилась, как вот... С Розой, который фреш? Да. Типа, я как-то к тоннерам раньше относилась в формате, типа, что ещё мне надо для себя намазать? А потом я поняла, что как только я убираю тоннер из своего ухода, не работает у меня всё так, как что я наношу сверху. Ну, то есть там, либо где-то местами, сухость, скайкает, либо стягивается кожа. И я вот очень скучаю по ряду вещей. Ещё я пробовала эскейту, у меня подписчики знают, которая эссенция. Знаю. Мне она очень понравилась. Это какая-то волшебная вода в бутылке. Каждый раз я рыдаю, когда я захожу на сифору и вижу, сколько стоит, при том, что я понимаю, что как только у меня будет возможность, я куплю вот эту вот с помпой. Потому что я не понимаю, ну, я не химик, ничего. Ты знаешь, кстати, что у Миши типа дюк? Мне пишут, но нет, я не пробовала. Я в целом Мишу не пробовала. Я пробовала у Миши, по-моему, какой-то один кремовый продукт, хайлайтер, румяна, ну, вот из декоративки. Такое же, как корейское всё в кремовой текстуре. Мне писали, да, что мне писали, что это похоже, но все подписчики, кто это писали, они не пробовали и эскейту, и Мишку, поэтому, ну, это тоже к вопросу о сравнении. Но вот именно, при том, что мне ещё подруга привозила крем для глаз эскейту и крем для лица, крем для глаз мне не подошёл у меня. Крем для пробнички. Пробнички. В Сифоре же офигительная тема, что можешь прийти на стенд и попросить пробник, прежде чем купить. Поэтому она мне, знаешь, там привозит пакет, в котором то, что я заказала, и там ещё, я так как-то раздала, у меня почти все подруги оказались с помадами Марк Джейкобс маленькими, потому что ей там накидали, а я такая открываю, и я не очень пользуюсь часто вот этими обычными пульками. И крем для глаз мне не подошёл. Он прям начал мне сжечь кожу, а крем для лица, под глазами, а это у меня та зона, которая, если аллергия, то всё, я бабушка. Бабушка. Вот. Ну и, короче, вот получается, что эскейту продаётся в Дьюти Фри. У нас он не продаётся. Фрэш у нас не продаётся, при том, что меня тут бомбануло, когда я начала себе искать новое масло для лица. Ну, я начала искать что-то похожее на Cover FX, и увидела, что у Фрэш есть масло. И выяснилось, что основатели Фрэш это русские из Сибири. И я такая, минуточку, а почему мы тогда продаёмся только в Сифорио Американской в России? Нет, ну понятно, почему, но тем не менее. Но там оказалось очень тяжёлое масло, похожее на это рыжиковое масло Skin Island, которое пахнет как рыба и ведёт себя как рыба на лице. Так? Да. Типа, отхлестаю меня полностью и эффекта никакого. Короче, банок много, в какой-то момент на них не стоит, и реально, ты пробуешь один увлажняющий крем, другой увлажняющий крем, одну палетку, другую палетку. Поэтому меня тоже, меня кто-то спросил, Арина, а как вот вы определяете, что вам эти тени подходят или не подходят? Я уже, ну, я пальцем, когда делаю сводч, я знаю, что вот эта текстура будет хорошо растушевываться кистью, насколько она плотная, а вот эта слишком сухая, а вот эта уже передавленная. Но это сколько надо было, простите, раз пальцы свои использовать на разных палетках. Но с кремами, кстати, так же. По-моему, мы с тобой это обсуждали, как раз когда уши, что у меня есть крема, которые слишком тяжелые, увлажняющие, которые я не буду использовать, и что я по текстуре вижу, подойдет мне крем или нет, и на какое время года. Ну, за редкими исключениями. Ну, да, исключения, за очень редкими исключениями. Мы несчастные блогеры, нам не платят, от косметики мы устали. Мы устали от косметики, у нас уже не стоит на косметику. Да нет, я честно считаю, что блогинг становится уже такой профессией. Но я все еще не могу избавиться от впечатлений, что я занимаюсь какой-то поверхностной херней, честно говоря. Оно у меня есть, но с другой стороны, мне тут какой-то подписчик в Инстаграме написал «Наши любимые ворчунья». И я такая, ну, окей. У меня подход по жизни ко всему серьезный. Я тот человек, который с бичфейс, не потому что бич, а потому что вот все время сосредоточенный и серьезный на том, что ты делаешь. И у меня вот этот микс, то есть когда я сажусь что-то снимать, когда мне приходит новая коробка, я там сразу открываю, проверяю, что ничего не побилось, что все ровное, как оно выглядит, как это снять, под каким светом, с чем это просочетать, какой сделать макияж. Но это просто подход у меня такой ко всему. Но ощущение того, что, типа, если ты где-то скажешь, что ты бьюти-блогер, человек такой тупая тёлка. Кстати, кстати, когда у меня тоже мои коллеги, кандидаты наук и так далее, очень хорошо на это отреагировали, когда узнали. Они прям в восторге были, в искреннем восторге от того, что у меня там есть бьюти-блог, что у меня есть довольно большая аудитория для телеграма. Не вообще. Ты знаешь, мне кажется, что это ещё ниша такая интересная. То есть, у тебя есть возможности знания научного характера преобразовывать в доступное, а в рамках... Да я, кстати, не считаю свой контент. Ты знаешь, некоторые журналы пишут, типа, блогер с научным подходом, Адель Мифтахова, я не с научным подходом. Научный подход — это когда я, знаешь, про рецепторы, начну всякие затирать. Вот это будет научный подход. А так, ты же знаешь, что есть уровень... Ну нет, у тебя всё равно есть вот это, что я тебе говорила, что сначала ты заходишь и тяжело, потому что тебе не входит эта информация в голову, потому что ты не апеллируешь подобным подходом и осознанием к своей коже. Ты же очень, ну, все интуитивно смотрят. Знаешь, помазали руки кремом, там, плёнку оставил, жирная, нежирная. А когда у тебя, ну, вот кислоты, с которыми у тебя все светят... На пудре сегодня вышло видео, ну, на прошлой неделе. Про кислоты. Мне кажется это видео просто, у меня там такой взгляд просто... У тебя там очень интересный карандашик там. Меня мило накрасило, меня мило накрасило, здесь такие чёрные синяки под глазами. Ну, я попросила её, она мне сказала, давай я накрашу тебя так, как ты обычно красишься. Давай. И у меня такие прям синяки под глазами. Это очень странное видео. Ну, поговорим про кислоты. Кислоты внутри и снаружи у меня. И к тому, и то, как выбирают помадки, почему пугает синенькая помадка. то есть, это вот всё такое, интуитивное на ощупь, как мама красилась. Но при этом, безусловно, да, вот это вот всё время преследующее ощущение, что ты занимаешься какой-то фигнёй. В маркетинг-тусовке у меня разделилось, когда я только начала... Ну, потому что маркетологи, про блогеров всё давно знают условно. И когда я начала заниматься, у меня прям чётко разделилось. У меня внезапно люди, с которыми я, ну, приятельствую, не дружу, начали мне писать, что Арина круто, молодец, прям вообще рады, ты молодец, давай дальше, главное не останавливайся. И я прям дома в своём полотенчике, собираюсь с полотенчиком, такая, весь мысль, как неожиданно. А кто-то вдруг начал рассказывать, что типа, а Арина так зазвездилась, она не здоровается. А я такая, когда мы... Во-первых, у меня плохое зрение. Во-вторых, с чего я зазвездилась? Две с половиной тысячи подписчиков, господи, корона царапает потолок. Да даже когда их сто будет, мне кажется, ну, назовём это моей странностью. Ну, как бы, это кайф, это возможность найти соратников, как я говорила, по общим интересам, это возможность познакомиться с тобой, там, с кем-то из подписчиков, возможно, я познакомлюсь там на каком-то, неважно, встрече, мастер-классе, на улице, и мне будет приятно, что классно, вот такие люди смотрят, читают, таких людей вдохновляю. Но для меня ничего из этого не является поводом зазвездиться. Но мне кажется, что здесь есть просто такой элемент, если у тебя жизнь, помимо блогинга, гармоничная, интересная для тебя, ты там реализовываешься, неважно, в личной жизни, в семье, в работе, в каких-то ещё делах, в какой-то занятости, если у тебя не крутится всё вокруг вот карандашей, палеток и банок, а это ещё одна из частей твоей жизни, то ты в какой-то момент большой аудитории, ты такой тихо себе скажешь, вроде молодец, вроде вот я правильно всё делаю, но не начнёшь срывать подвесной потолок короны и считать, что тебе все должны. Поэтому, возможно, так, ну, момент личной самореализации. Потому что чаще всего я просто когда сталкиваюсь с кем-то, кто вдруг начинает царапать потолок, то если ты ближе общаешься с человеком, то, к сожалению, выясняется, что у него там много каких-то, как бы это ни звучало, внутренних демонов и переживаний, которые его грызут и не дают ему покоя. И это, типа, момент самореализации на площадке, где ты от других людей получаешь то, что лучше бы ты получал от мужика, женщины, мамы, друзей, вкусной булочки, вкусного эклерчика. Очень-очень приятно поговорили про блогин. Я сказала несколько вещей, которые мне очень хотелось сказать, но было негде. Приходи еще. Я вообще... Знаете, на самом деле, это очень интересный для меня эксперимент вообще. Я когда вот с Ариной Холиной, мы причем с ней на связи, она там молодец, уже звонит мне, типа, я не понимаю, куда что ставить микрофон, как включать. У меня истерика, как резать видео. Но там и Арина еще обязательно... Я в какой-то момент поняла, что вокруг меня достаточно много интересных людей, с которыми мне интересно разговаривать, и не в формате обязательно, что мы должны краситься или обсуждать банки. То есть есть какие-то околотемы или житейские темы. Эта рубрика выросла между визажихой в большом городе и между наличием я вещаю. Потому что, с одной стороны, это общая какая-то сфера, а с другой стороны, не общая. И мне это очень нравится. Ну вот, с Адель повезло и с Ариной повезло, что мы... Просто с Андреем Петровым я говорила в видео, что мы с ним... Вот сели разговаривать, когда мы снимали видео. Первый раз. Вот прям. И это еще повезло, что получился очень комфортный и спокойный разговор. С Адель мы виделись, до этого разговаривали, с Ариной тоже. Но ты все равно никогда не знаешь, что у тебя пойдет, когда включится камера. Может, ты вдруг там... Или... Чего ты несешь вообще? Я этого не хочу. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что пришла. Хочу тебя еще приглашать в гости и видеть на канале. Пишите внизу, рады ли вы видеть Адель. Я читала комментарии, что натворила Адель, и мне кажется, что рады все. Е-е-е, ура! Надеюсь, вы успели отхватить банки. Они вроде как вернутся еще. Да, вернутся. Я вот сегодня буду радостна. Кстати, люди... Вот у меня уже заканчивается эфирное время, как бы это странно звучало. Люди, которые написали в комментариях, что вроде бы гидрофильное масло нужно потом снимать пенкой. Для кого в видео я говорю, что я сейчас пойду... Для кого в видео я говорю, что в составе банки находится средство, которое превращает масло в молочко, что я сейчас пойду умоюсь в раковине водой, и вот я умылась, и масло действительно превратилось в молочко. Это-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Извините. Не, не, просто... Не... Понимаю, ну масла разные бывают, просто некоторые надо смывать, некоторые не надо. Ну, еще от личных ощущений зависит. Некоторым прям надо смыть. Да, а вот мне тоже это масло надо смыть. В общем, как всегда, большое спасибо, что досмотрели до конца. Остаетесь со мной, вдохновляйте меня на то, чтобы я делала новые рубрики и звала новых гостей. Ставите лайки, пишите комментарии и до завтра. Пока! Такая, да наконец-то это задумалась. Да нет, да нет.